Если мы учитываем, что пространство, по сути, бесконечное, ну, соответственно, и материя внутри этого пространства и практически бесконечное количество, вот, и мы знаем, по крайней мере, об одной планете, на которой зародилась жизнь, то есть про Землю, вот, можно ли предположить, что где-то кроме нас еще есть жизнь, правильно? Здесь смысл такой, мы не знаем, что жизнь зародилась на Земле, мы знаем, что у нас здесь есть. А откуда она сюда пришла, это еще большой вопрос. Также мы точно знаем, что мы не единственная форма жизни разумная в этой Вселенной. Математически невозможно, чтобы мы были единственной формой разумной жизни. Вот разумной жизни различных форм, их множество, и мы не самая умная. Это сто процентов. Вот бронебоина. Методики расчета мы представляли, где-то они у нас в ролике есть. То есть мы не самая разумная форма жизни. А что это значит? Что вообще это значит? Вот вы есть, и вы не самая разумная форма жизни. Это значит, что мы тупорылые дебилы по отношению к другим более серьезным уровням. Вот мы вообще дебилы кончены, по сравнению с ними. Вот наш разум, это скотский разум. Вообще, ну вот как вот, вот какая-то там Артемия в баночке плавает, вот мы такие же интеллектуальные по сравнению с тем, кто превышает нас интеллектуально. Вот это вот объективно. Нам кажется, что мы разумная форма жизни. Мы условно разумная форма жизни. У нас большинство населения планеты не понимает элементарных вещей. Он, среднестатистический человек, не может сам сосчитать некоторые вещи, простейшие вещи, и не может открыть книгу и прочитать эти простейшие вещи, потому что этого нет. Вот представьте, представьте, ну человек думает, что пространство абстрактное. 21 век. Большинство людей, ну не большинство, значительная часть людей думает, что пространство – это абстракция. Где он это взял? Он это взял в институте. Где он взял в институте? Там в книжке. Дяденька профессора ему в ухо налил. Этот человек считает, что пространство абстракция в 21 веке – это конченый идиот. Вот вообще, вот это вот мозгов нет, оно вот как вот мясорубкой там перемололи и обратно в голову сложили. Это если пространство абстракция нереальное, то ты сам находишься в пространстве, в абстракции, в абстрактном пространстве, значит, ты тоже нереальный объект. Это люди не могут сосредоточиться до такой степени. Это уровень нашего интеллектуального развития. Дальше. Мы идем по пунктам. Это только один пункт взяли. Дальше. Он думает, что пространство конечно загнуто или там что. Конечно. Это следующий пункт. Это еще раз идиот. Человек один раз идиот. Второй раз идиот, да? Пространство погнуто. Да. Пространство погнуто. Он не знает, что гнется у пространства, но верит, что что-то гнется. Дальше. Оно у него конечно, да? Третий раз. Ну вот, считаем, просто разнесем отдельно. Конечно. То есть идиот. Ну вот, три раза идиот. Дальше. Он думает, что есть край Вселенной в результате большого взрыва. Это вот четыре раза идиот. Он думает, что пространство может зарождаться. Эта точка может сингулярности расходиться не из пространства, а из неведомой хрени, которую ему не сказали. Это вот четыре раза стабильный идиот. Человек современный. Вот конченый придурок, конченый идиот. Пятый. Черные дыры. Пятый. Это человек пятикратный идиот. Он думает, что есть черные дыры. Пятикратный идиот. Он верит в эту фигню. Слабоумный концепт, да? Дальше. Червоточины. Темная энергия, темная материя. Это конченый идиот. Вот из-за того, что какой-то неквалифицированный математик не посчитал теорию тяготения. Мы вот имеем вот эти вот... Это восьмикратный идиот из-за математической ошибки. И он не может открыть книгу и это прочитать. Это 21 век. Если мы пойдем в плане образования, коммунистические идиоты, которые думают, что оптимальный способ ведения хозяйства – это коммуняшество. Это его обманули. Это коммунистический идиот. Он думает, что на совместной собственности можно вывести всю экономику, она будет в лидирующих позициях, что она не будет отставающей. Вот 75 лет забавлялись, издевались на страну и сейчас по новой не готовы. Кто это такие люди, которые обратно в нас в коммунизм? Это конченые идиоты, девятикратные идиоты. Это вот накопленные. И это мы только вот не все перечислили. Это мы по верхам прошли. То есть мы условно-разумная форма жизни. Мы конченые тупицы вот своим соусом. Мы вот прям вот совсем тупые. Вот наша цивилизация – это цивилизация идиотов, которые не могут сосредоточиться, которые не могут долго двигать цивилизацию вверх. Они вот так чуть-чуть продвинулись, хук, пошли вниз, хук, вверх, вниз. Вот так вот мы полцами. Мы не способны сосредоточиться млекопитающим. Если мы не единственные, есть более развитые, есть менее развитые, ну и так далее. Нужно ли свести какую-нибудь науку, которая против религии, религию, которая против науки в каких-то моментах борется? Какой-нибудь теории о том, что жизнь на нашей Земле произошла от других каких-то цивилизаций, более развитых пришельцев и так далее, которые просто ее либо терраформировали, либо просто эксперимент такой поставили. Ну и, соответственно, есть вроде как создатель в лице вот этих пришельцев. Есть, по сути, с научной точки зрения, обоснования, каким образом у нас все здесь зародилось? Ну, просто, как сказать, для того, чтобы двигать науку по планете, вам надо либо взять науку и дать, вот, нате, вот это вам наука, да? Либо вам надо взять людей, как-то их вот так привести в сознание, да, сделать так, чтобы они не были идиотами и как-то вступать с ними в контакт, в разумный, да? Вот, чтобы они не были идиотами, вам надо брать человека, ему рассказывать про бесконечно большие, бесконечно малые величины не в формате теории множеств, а в формате каких-то адекватных теорий, да? Чтобы этот человек потом понял, что, да, мы не единственная форма жизни в этой вселенной, по-другому быть не может. Когда до него это дойдет, да переваривается, когда там в голове у него кирпичики складутся, тогда объяснить ему, что вот вероятность такая, что на нашей планете жизнь зародилась, она становится вот туда, вот совсем маленькая. А вероятность по спермии, она другая. Вот это вот каждому вдолбите, вот так постепенно, постепенно, бережно, потому что мы же профессионально куем идиотов. Вот мы человеку ломаем мозг. Либо просто взять совершенно, ну действительно, непромытую часть населения, собрать самых смышленных, сделать отдельное образовательное учреждение и разработать для них достоверную методику образовательную, построенную строго на научных фактах. Чтобы ни в какие бретаноидные версии развития цивилизации, развития физики уже никто не верил. Чтобы это воспринимали то, как оно есть. То есть, когда человек знает, что такое континуумный метод, он уже не поверит в континуум пространственном временной. Он просто объясняет, вот эта форма дурости образовалась следующим образом. Вот эти люди дебилы, они живут на нашей планете, это параллельно от цивилизации. Вот они живут, они занимаются теорией относительности. Вот они сто лет не смогли технические устройства построить никакие, но они пусть живут, ковыряются. Мы живем отдельно, развиваем нашу адекватную науку, мы дебилов в себе не пускаем и не даем достижения научной мысли дебилам. Все. Дальше развиваться автономно. Вот зачем дикие племена людоедов оснащать автоматами Калашникова? Вот рядом у вас, допустим, 6 километров от вас живет племя людоедов диких. Вы будете им поставлять патроны к автоматам? Они же прибегут все равно. А планета у нас маленькая, бегать уже все научились. Поэтому племена дебилов кормить не надо. Их надо держать так отдельно. Одичали, пожалуйста, живите отдельно какое-то время. Дальше вы будете только оставать интеллектуально, экономически и по всем позициям. Вот так надо как-то делать. Ну, по сути все. С вами был Виктор Катючек, канал Научный Трибунал. С вами был Виктор Катючек. С вами был Виктор Катючек. Телеканал Научный Трибунал. С вами был Виктор Катючек. 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 С вами был Виктор Катючек.